привет друзья мои рада вас всех приветствовать хотя сейчас такое нелегкое время на ю тубе то его говорят будут блокировать и монетизацию нас сняли и мы продолжаем рисовать творить вот и сегодня мы с вами пока немножко так поболтаю с вами налью себе разбавитель вот забыла подготовить напишем небольшой пейзаж такой вот что-то типа ранней осени нравится мне писать осень она такая вот богата да на краски здесь я вот сделала небольшой себе и тюдик вот такой пейзажик будем писать ну в уголочке вы увидите да будет там готовая работа уже маслом прикреплена это я писала масляной пастелью открыла для себя масляную пастель прям вообще мне так понравилась безумно классный материал тоже вот такую работу сало ну скажем так полюбился мне материал для этюдов куда-то вот на пленеры чтобы не тащить с собой до краски разбавители кучу кистей взял коробочку масляной пастели и пошел творить классненький материальчик то есть если хотите пишите в комментариях мастер-классы по пастели если будет желание будем и ей писать так как я считаю что все таки нужно работать разными материалами для для того чтобы узнаете как мозг переключается каждый материал он все-таки работает по-своему по-разному да и ну то есть какие-то свои приемчики то есть вы будете только лучше рисовать развиваться вот так что если что пишите будем если что рисовать и постелькой она очень такая вот похоже в принципе на масло но но не масло все-таки и вот сегодня мы будем писать вот этот вот пейзажик я беру кисточку щетинку формате у меня такой вот небольшой но также можно брать смелой какой-то побольше я намечу рисуночек ох рачкой ну приблизительно где у меня линия горизонта вот естественно то что я вам показала да ну будет маслом написано это будет работа поярче смотреться чем постелькой но постелькой тоже нужно и более яркие работы писать то есть более сочные зависит от постели но это не та конечно постель как вот детские восковые мелки это художественная она немножко другая так вот здесь у нас тут какая-то что-то типа вот так дорожки вот здесь там где-то березками она будет видно и уходить куда-то ну вот приблизительно мы так ее наметим дальше здесь будет такое деревца буду здесь покрупнее какие-то там кусочки кусочки то есть потом мы их покажем то есть я даже не буду повторять как вот у меня до постелькой написано не буду повторять прям вот один в один как вот пойдет так и так и хорошо будет и вот здесь с этого края у меня здесь березоньки стоят наши русские березоньки тут тут там какие-то вот они пускай опять-таки да как я говорю то есть смотрим чтобы они не как оловянные солдатики все однако одной достояли то есть но стволики у них разные и вот здесь пускай вот такая вот раздваивается и намечу себе вот так вот так вот так то есть общую массу не у каждого дерева я намечаю листу да так вот вот так здесь будет внизу то вот просвет небо чуть-чуть виден вот так и здесь нужно какой-то кусточек сюда каких-то поменьше кусточков ну что-то такое дальний лес план все это мы потом с вами прорисуем буду я работать этой же щетинкой и вот сейчас я возьму королевскую голубую белила небо такое прям светлое 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 и буду вот так вот мазочками 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 как бы крестообразными вот где-то кисточка в голубом я захватываю белилки к верху небо у нас потемнее ближе к линии горизонта но уже постепенно становится более светлое и вот заполняем наше небо потемнее в уголочек больше королевской если нет королевской берите какой-нибудь там ультрамарин голубаевцы что у вас есть делайте его кобальты ультрамарин тот же и вот так вот крестообразным движением я наношу чтобы у меня было какое-то движение можно даже вот так вот втирать чтобы было интересно да были видны мазочки и работаю щетинкой щетинка оставляет хорошо вот эти вот мазочки синтетика она все-таки больше сглаживает мягенько до живопись делает такой вот гладенькой щетинка более живописно все это показывает по поводу то на чем я рисую да это грунтованный листочек от меня спрашивали да вы чем я грунтую друзья зачем вот последний я брала какой-то там грунт ну я ответила да сейчас вот я сейчас и не вспомню его надо на коробочку смотреть да хоть и грунтом саны от любым берите и грунтуйте вот акриловые которые продаются в интернет там площадках где там на яндекс маркете на зоне какие абсолютно без разницы загрунтовать им и можно уже писать есть специальная бумага какая-то для масла ну не могу ничего сказать не пробовала я ее не знаю какая хорошая допустим я бы может и взяла но я не знаю какая хорошая и кто знает может напишите в комментариях попробую тоже возьму чтобы не грунтовать это недолго очень быстро сохнет час-два и в принципе можно идти писать уже не час-два чуть-чуть может больше по бумаге надо смотреть зависит тоже от температуры как какая у вас там в доме ну то есть не неделю там быстренько все это дело вот мы наметили вот так такими мазочками неба и здесь у нас присутствует такая вот как тучка что ли да но не конкретно прямо она так видно ну просто такой кусочек темного неба я вот возьму сейчас вот этот тот же самый до свой королевскую голубую туда чуть-чуть красненького такой вот фиолетоватый оттеночек грязноватый да получается фиолетовый природный помните как я говорила что да в природе нет вот таких вот ядреных фиолетовых которые вот обычно в тюбиках бывают в природе если что-то фиолетовит то оно вот вот такое вот и вот я немножко да набрала там сколько смешала и вот вмешиваю вот тоже вы пишете да плохо получаются мучаетесь с небом с облаками вот я вам говорю никогда особо не задумывайтесь как их наносить тем более не не стоит их сидит скрупулезно и выписывать это облака вот это вот все небо да это такая живая живая живое состояние такое вот и чем вы будете вот так вот спокойнее и не задумываясь писать тем будет интереснее и вот здесь чуть-чуть тоже немножко немножко только даже вот протру кисточку и возьму вот больше красненького чтобы больше такое вот она краснила разные опять таки да где-то красноватые оттенки в небе очень очень много оттенков на самом деле не то как детки до привыкли небо голубое и написали все голубым нет небо очень сложная вот беру смотрите буквально вот ворсиночками касаюсь индиго ну либо черный что есть можно заменить и вот прям даже еще ворсиночку вот чуть-чуть подпачкала и вот чтоб она не черная была но усложнила наш оттенок краски на кисточки очень очень мало очень мало прям вот прям вообще мизер мизер и вот так вот так вот сюда куда-то у нас идет тоже вот это вот так вот так вот облачко и видите в протирочку то есть без всяких каких-то очертаний да даже если где-то они видны вот можно взять вот так кисточку сухую плоско положить и вот как бы по прихлопывать тоже вращая и потому что щетинки видны остаются закономерность какая-то вертикально если держали хлопали и их видно тоже вот вращайте вращайте вот так вот раз 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 я прихлопала и вот получала получается такая какая-то масса но для этого должно быть мало красочки мало вот вот сюда вверх добавлю еще посветлее вот ну там посветлее какие-то вот здесь могут быть облака вот уже к примеру более пастозно кисточку протираю потому что голубой подмешивается чтоб но тоже вот я нашлепываю но вращаю вот в разных направлениях тоже видите здесь кусочек нанесла чуть отступила пошла вот здесь где-нибудь там вот опять смотрю кисточка пачкается в голубой белый плохо видно протерла набрала еще белого добавила вот здесь каких-то пятнышек до этих каких-то облачков опять протерла то есть постоянно протирайте кисточку если хотите сделать эту работу акрилом пожалуйста видите я и постелькой сделала то есть можно писать в принципе друзья вот когда спрашиваете да можно эту работу там написать какими-то другими материалами да конечно можно любую работу можно написать да хоть акварелью эту работу можно написать но вы просто понимаете должны понимать что если допустим да вот она написана маслом а вы будете писать акварелью что там эффект уже другой будет вот вы это должны понимать также и акрил он не будет так смотреться допустим как масло потому что там другой материал просто да у него свои какие-то фишечки эффекты там какая какие-то техники хотя они да там очень похожи но все равно сама консистенция краски на другая то есть это вы должны как бы понимать так промываю чуть-чуть кисточку то есть промываю окунаю в разбавитель и протираю дальше давайте сделаем сейчас стволики наших берез пятно покажу вот я беру белый и чуть-чуть туда индиго вот прям чуть-чуть чтоб такой серенький получился и вот я сейчас намечу вот так вот просто как добавлю чуть-чуть разбавителя вот сюда пока поставлю такие вот серенькие пока серенькие стволики главное нам сейчас нужно уйти от вот этого белого холста листа холста неважно до чтобы нам ничего не мешало так и вот сюда закрыли стволики дальше сделаем дальний план вот эти вот наши тут линия такая вот там деревца какие-то растут кверху я пойду что-то такое возьму охристая охристая с в разбили вот макушечки их то есть и вот так вот я по краешку пройду тоже такими вот кисточку прокручиваю создаю какие-то интересные макушечки повыше пониже то есть разнообразная их сделаю вот так и вот она там дальше дальше вдаль уходит и деревца эти становятся такие вот меньше меньше там вот между стволиком они где-то тоже видны и вот так вот туда куда-то там ушли дальше травяная зеленая вот беру травяную зеленую и ниже вот макушечка у нас подсвеченная остается да а вот охристая и ниже я начинаю вот так вот добавлять травяную зеленую вот где-то он подсмешивается вот этим небом до становится такой где-то более разбеленный этот травяной где-то ложится такими более темными пятнышками охра тоже у нас белилками было поэтому здесь нет как видите да какой-то прям ровной линии горизонта и в пейзажах это в принципе допускается до какая-то там горы что-то такое холмы склоны да вот эти травнины это у нас в море до линия горизонта она вот должна быть ровная а здесь всякие холмики могут быть всяко разная поэтому вот у нас вот так вот там тоже и двигаемся двигаемся кисточкой прокручивать можно то есть вот так вот такими вот натыкиваниями соответственно если вы к примеру возьмете холстик побольше берите конечно и кисточку побольше в основании то есть соизмеряйте ваш холстик и кисточку какой вам удобно у основания помним да то есть как вы видите из пейзажа в пейзаж правила в принципе одни и те же то есть у основания там где масса деревьев у нас да такая там вот темнота вот мы ее вот натыкиваем уже вот самом самом низу добавляем вот берем индиго и добавляем туда вот этих вот темнотиков вот так есть добавили дальше чтобы нам вот отделить думаем до размышляем отделить вот эту здесь будет зеленая трава да вот это вся то что как коричневато зеленая что ли скажем так и вот этот дальний план отделить друг от друга могут возьмем какой-нибудь давайте охру да и вот таким вот тонкой светлой полосой мы его отделим или отделим как правильно вот ну неважно да так и дальше что я вижу за березками у меня там более светлая трава вот даже вот что-то такое возьму я охристолимонная и вот цепляется тут дальний план зеленоватый и пускай будет смотреться это как грязь нет это будет смотреться вот это вот смешение да как будто мы там вот специально что-то какие-то переходы делает делали да так что вот но не расстраивайтесь когда у вас там что-то смешивается и вот горизонталь ненько эту травушку я наношу вот так вот за березками там нужно даже примут взять лимон очки где-то вот здесь в этом районе и друзья еще один такой момент не оставляйте вот эту плановость да вот дальний план деревьев на потом вот эта трава тропинка какие-то прям вот очень ровные линии то есть вот она край тропинки и он у нас как под линеечку до прочерчен ну вот так вот видите рыхленько раз а где-то выше где-то ниже это будет красивее чем если она будет прям идеально идеально все это дело выписано так макушечку чуть-чуть вот так вот пройдусь по при ты киваю где вот сильно четкие у меня места уводим да тем самым на дальний план все уже четкости какой-то нет уже у нас ушло туда подальше дальше беру коричневый вот здесь пятнышками теперь начинаем усложнять добавляя какие-то разнообразные оттенки это марс коричневый темный у меня вот сюда же я возьму вот так голубой с коричневым вот таких оттенков чуть-чуть даже травяная зеленая сюда же в коричневый то есть такой вот темно темно у нас тут зелень темная даже с индиго можно для чего это в принципе делается вот если посмотреть да на эту работу у нас здесь светлые кусты если мы сейчас такие же светлые травушку сделаем как за березами вот здесь да они у нас просто пропадут и читаться не будут то есть это тоже как бы продумываем если вам нужно показать то есть контрасты до опять те же контрасты никуда мы от них не денемся если нам нужно что-то на переднем плане такое яркое показать значит за этим объектом мы затемняем да насколько это возможно все это затемнить затемняем где-то темных пятнышек тут можно уже остатками так вот сюда у нас темноватый оттенок мазочки уже более такие вот но не идеально горизонтальная но горизонтальная да все таки даже вот можно красненького сюда зеленый с красным смешение очень таки тоже интересное но немножко чтобы у нас все таки было зеленая тогда читалась трава так дальше индиго беру вот здесь немножко тоже вот так вот пошуршу кисточкой ну тоже не не равномерно да видим как вот такими вот тропинку эту где она у нас тут заканчивается где вот эти вот около тропинки растут наши кустики вот так вот так что-то такое наметили тут у нас можно коричневатых добавить немножко дальше нижняя часть этой тропинки тоже вот можно что-то индиго с коричневым вот что-то такое вот где-то вот здесь вот так зигзагообразно не сплошной линией вот как-то так показать дальше берем кисточку не протирала зеленоватых каких-то тут же тоже может же да какая-то и трава и кусты расти то есть и зеленоватых сюда вот так подчеркать подчеркать дальше берем кисточку протираем возьму желтый темный красный сделаю такой оранжеватый оттенок но через белилки чуть-чуть вот высветлю сейчас попробуем этим оттенком вот да в принципе для тропинки такой оттеночек мне нравится и тоже вот таким вот образом вот он где-то смешивается зеленью с коричневым винка это из индиго становится более такого сложный непонятный вот так вот закрываем тропинку здесь она становится у нас тоненькая но все равно как бы дочитается что-то тропиночка вот даже можно где-то взять и вот так вот сделать к примеру добавить несколько мазочков прям мизер мизер белил набрала и вот показала также такой же можно оттенок от желтый с охрой даже чуть-чуть краснинки где-нибудь вот здесь и прям вот перемешиваю с вот этими вот зелеными прям не боюсь то есть у меня будет тут какое-то цвета эти стропинки да ну они не так явно будут видны как вот тропинка все-таки должна быть посветлее чем вот эти оттенки да то есть они здесь такие вот желто охристые но в перемешку с вот этими всеми нашими зелеными коричневыми то есть что-то тут такое создали и вот сейчас я вижу что у меня тропинка и вот этот план то есть но не особо надо читается я хочу еще затемнить вот я беру этот индиго с коричневым и вот я еще где-то даже добавлю красного еще сюда вот таким вот сложным цветом я еще под вмешаю сюда еще такого оттенка чтобы у меня была все-таки тропинка эта дорожка более яркая вот теперь она до видна что это все таки тут тропинка здесь затем не у ее чтоб сюда она сильно внимание не привлекала то есть вот центр композиции да то есть мы должны смотреть сюда здесь нужно края уводить как-то затемнять края работы смысле дальше теперь давайте создадим вот эти вот так кусточки я беру лимонку беру туда чуть-чуть травяной зеленой вот такой светлый цветик и вот начинаю таким вот натыкиванием как бы да вот я создаю светлую часть нашего вкус . здесь уже можно работать более постозно чтобы свет наш был светлый яркий да дальше вот смотрите опять таки чтобы у нас все это дело в кучу в одну какую-то единую не слилось значит у нас тут кусочки тоже и оранжеватые какие-то зеленоватые да то есть вот смотрим вот у нас дерево здесь пускай будет тогда чтобы она отличалась оранжевый да вот там вот выглядывает здесь к примеру пускай будет опять зеленоватый то есть чтоб они не не прикасались как бы но если прикасаются вот вот здесь сделаем покажу если уж так получится что они у вас прикасаются вот здесь добавлю два зеленых сейчас покажу как их разделить так ну и вот здесь пускай у меня тоже будет вот такой зеленоватый и вот тут что нибудь такой посажу маленькая вот так сейчас мы сделаем оранжевая потом будем вот я беру желтый красный чуть-чуть белилок и вот здесь добавляю там вот кусток такой оранжеватый здесь пускай чуть-чуть зеленый да перекрывает оранжевый вот здесь здесь оранжевый сахара чуть-чуть смешивают от темный желтый и вот здесь пускай вот так теперь смотрите как мы их отделим берем просто темнее вот зеленый да вот они у нас два то есть смотрим откуда у нас отсюда падает свет то есть противоположной стороны будет тень да вот он у нас сейчас покажу да вот он у нас этот кусточек да вот здесь следующий ну здесь тоже надо смотреть какой куст впереди какой позади какой этот сану то есть тенью вот такими вот легкими мазочками мы его отделяем вот у нас вот так получилось легонечко к низу тоже затеняем к основанию вот такую вот проложили кинюшку также и на этом деревце да вот которая покрупнее у основания сделаем потемнее и вот эту сторону правую теневую тоже добавим более темных оттеночков протерла кисточку и вот сухой как бы что-то плавного плавный переход когда добавили здесь тоже можно где-то так вот показать с правой стороны немножко каких-то таких вот светлых моментов этот наш зелененький до зелененький с лимонкой вот белилок добавляю совсем такой светлый оттеночек вот я чуть-чуть даже наверное сейчас сделаю желтый с белилками чтобы было поярче так добавлю себе белилок и вот стороне сделаю лимонка белилки так будет более солнечно скажем так и вот такое где вот с освещенной стороны солнечной вот добавлю немножко света на макушечке то есть используем чтобы у нас был объем у кустиков да там у деревьев хотя бы хотя бы три оттенка то есть теневой какой-то средний и самый светлый тогда будет у нас читаться объем охра красный даже можно коричневинки оранжевые кустики сделаем также вот добавляем коричневого добавлю побольше вот опять таки такими вот на тыкиваниями к низу с правой стороны где у нас тень вот туда добавили есть сильно не выписываю да как бы не стараюсь там чего-то такого прям выписать и вот каким-нибудь разбеленным желтым желтым темным не лимонкой желтым тоже где-то покажу немножко света на этих кусточках то есть опять-таки видим до три оттеночка присутствует вот так все достаточно дальше что я смотрю вот мне не особо нравится что здесь у меня просто такое какое-то красноватое пятно да я хочу туда зелени побольше добавьте ну-ка травяную с королевской смешаю что у меня получится ну такой интересный зелененький оттеночек вот я его сюда где-то и добавлю вот так то есть чтоб она не сильно коричневая было до зелень там тоже присутствовала вот уже поинтереснее и какие-то моменты могут там к примеру более светленькие быть ну сильно не подходить к дереву да тоже мы думаем продумываем этот момент чтобы у нас она не сливалась ну где-то так вот можно и посветлее добавить вот поинтересней да уже поживее стало а здесь можно добавить наоборот где-то каких-то легеньких таких тоненьких полосочек что-то там потемнее то есть это уже усложняем дам с вами мы работу мы добавляем более светлых более темных вот таким образом дальше сейчас давайте закроем наши березки а потом уже будем детализировать и так для березок я буду использовать всю ту же кисточку возьму сначала сделаю освещенные даму хотя в масляной живописи мы работаем наоборот от темного к светлому мне вот хочется так сегодня и вот с освещенной стороны я начинаю вот так вот натыкивать чтобы видите такая вот фактурка от щетинки оставалась как бы показывая не не просто гладкие до мазочки в принципе смотря какая у вас техника хотите пишите гладкими мазочками ну у меня в принципе эти деревья да такие вернее кусочки деревья вот это дерево в такой да вот техники то есть мне сейчас но глупо как-то я считаю как-то его делать по-другому и вот я освещенные моменты где-то тут вот так вот показываю то есть тоже не сплошным все это до закрываю а вот как бы здесь поставила вот тут у нас теневая до часть но может же среди листочка вот просто рассуждайте может же где-то там солнечный лучик и вот здесь до мигнуть на листочке может вот немножко понятно что их будет намного меньше но сейчас можно поставить чуть-чуть как бы больше чем она будет потом да потому вот как мы еще будем темные моменты наносить и она смешается в любом случае как раз останется немножко . у меня выпало останется как раз таки немножко чуть-чуть и то что нужно то есть изначально можно чуть-чуть сделать побольше там где освещенная сторона там добавляем побольше голубой подмешивается чтоб не зеленью я протираю вот так опять протираю и вот тоже да не сплошным цветом а вот такими пятнышками натыкиваем какую-то интересную края интересные делаем нашим деревцам там где голубой можно выкладывать более пастозно чтобы сильно не смешивался не зеленел либо можете кто любит а не за один раз писать а как бы с просушками можно просушить и потом продолжить тогда голубой не будет подмешиваться вот и добавляю добавляю вот так добавила пятнышек дальше я пойду оттеночком чуть-чуть потемнее то есть ну давайте сделаем что-нибудь желто охристая вот такое потемнее лимон очки да и вот опять таки начинаем пускай они там смешиваются где-то с лимон очкой пускай кисточкой вращаю в разные стороны чтобы вот эти вот отпечатки оставались какие-то такие вот спонтанные да скажем так интересные стволики если закрываются ничего страшного мы их потом сверху сможем прописать вот сюда вниз они чуть-чуть уходят главное нам сейчас создать вот этот объем массу этих деревьев красивый да какой-то красивую красивую массу ну естественно чтобы они у нас не были плоскими показать вот этот вот свет и тень прокручиваю кисточку интересные какие-то края делайте не делайте прям очень ровно и да какие-то веточки же могут в сторону расти поворачиваться сделаем интересненько вниз свисать могут тоже вот такое дело сделали дальше я добавлю к вот этому оттенку еще сюда и коричневого и таким цветом вот уже вмешивая в этот да ну то есть его у нас если будет где-то вот здесь до светлой части то есть ну совсем совсем чуть-чуть потому что здесь свет но и тень там тоже присутствует но основная конечно часть будет вот здесь то есть эту часть мы больше затемняем так как она у нас и любая книзу может быть больше вот этой вот кинюшечки веточки свисают да не вот этими верхними прикрыты и поэтому внизу они теневые также сюда можно добавить и красноватого оттенка немножко ну вот осенние деревья донишь такие вот разнообразные разнообразные листва вот под затемнили самый темный вот индиго коричневым где-нибудь в самой самой такой темном местечке то есть если солнышко у нас светит отсюда то по идее вот здесь вот да вот этот уголочек тут у нас будет потемнее и тут чуть-чуть добавлю с этой стороны немножко и ответ теперь у нас окошки вот про что я говорила да здесь у нас осталось их вот они частично закрылись дают маленькие светлые окошечки здесь остались да какие-то светлые здесь их с освещенной стороны больше дальше зеленый может присутствовать оттенок конечно может да у нас же еще не все такое прям желтая вот я возьму какой-нибудь вот такой зеленоватый но тоже его немножко так как в основном они уже пожелтели но немножко кое-где можно так вот подбросить то есть и усложнить тем самым вот немножечко совсем чуть-чуть вот такие деревца у нас получились теперь я хочу вот взять лимонку с белилками и вот здесь так белилок побольше потому как то лимонка еще на холсте подмешивается хочу вот здесь добавить таких вот с освещенной стороны в теневую этим цветом уже ни в коем случае не заходим более пастозно оставить такие вот прям прям светлые светлые солнечные кусочки листочки эти освещенные выкладываю уже не натыкивая а прям вот пастозно выкладываю так как уже у нас там краска есть слой да и помним что у нас свет освещенные места они очень любят пастозную красочку вот мы дали вот так вот у нас получилось теперь давайте прорисуем наши стволики вот я беру белилки и вот здесь где-то у нас стволики у у меня там уже сама тянется вот эти желтоватые охристые оттенки и белилки мои уже не белые до такие внутри деревьев они могут быть стволы эти перекрытые листвой да то есть поставили какую-нибудь кривоватую такую черточку и пошли дальше прервались до к основанию стволики наши потолще здесь какое-нибудь такое вот вот такой кривенький вот здесь мелькнет у меня стволик здесь пускай где-нибудь вот здесь вот такие и естественно нанесла и кстати не сильно пастозно что так вот как в протирочку беру теперь индиго и вот здесь у основания прям затемняю даже можно сразу все затемнить но тоже не старайтесь затемнять каждую березу прям одинаково да то есть одинакового рисунка у них не будет и вот по березоньке то вот где-то щетиночками легонечко где-то вот оставляю такие вот пятнышки черненькие да где-то стараюсь ну формат маленький да не особо удобно где-то стараюсь горизонтально где-то вот здесь сделала более вертикально вот здесь хочу чтобы было видно да там вот здесь подчеркнуть вот наношу вот эти вот рисуночек характерный березки и вот тут вот основание тоже затемню под березками у нас там тень от них до падает то есть если светит отсюда до тень куда-то туда падать то есть вот здесь можно дорожку эту под затемнить как раз это будет хорошо то что у нас края картины края картины да как я говорила королевскую голубую добавляю края картины то есть они не будут к себе привлекать внимание да они вот этой тень тенюшечкой как раз таки затемнили вот хорошо дальше я возьму кисточку лайнер и сейчас вот тем же каким-нибудь индиго вот тут у меня и коричневый намешан да можно где-нибудь показать немножечко каких-нибудь вот так веточек то есть от стволика какие-нибудь веточки идут может быть где-то вот здесь появится веточка да вот отсюда может идти веточка оп то есть мы тоже много их не надо как бы у нас миниатюрка миниатюрка задачи такой нет там детализировать сильно ну немножко можно показать чуть-чуть вот и этого в принципе достаточно тут чуть-чуть смягчу ее вот просто прижму немножечко вот так чуть-чуть чуть-чуть показали здесь добавлю узорчика ну и теперь что мы сделаем давайте сделаем какую-нибудь вот травяная с охрой к примеру таким вот не совсем темным зеленым кисточку вертикально и вот так вот можно как бы двигаемся вверх да тут какие-то показать травинки где-то пускай они будут прям чистой травяной тем самым как бы разбить вот эту линию вот этот край дорожки этой да и травушкой разбить добавить сюда каких-то кусточков кисточку тоже вращайте трава она у нас тоже растет не чисто вертикально да вот здесь кусточки можно чуть-чуть прихлопнуть так вот добавить каких-то травинок это все таки природа у нас здесь на тропинку могут вот выходить трава да вот здесь чего-то такого покажем возьму коричневатых тоже вот таких вот травинок добавлю то есть она эта тропинка видна ну так она не должна прям сильно бросаться в глаза ну давайте чтоб не было так темно и скучно вот возьму желтенькие где-нибудь тут освещенных да вот прям легонечко легонечко я не давлю вообще сейчас на кисточку прям очень-очень аккуратненько снимаю прям вот видите вот так вот держу пальчиками прям вот она легко легко в руках у меня и вот так снимаю красочку вот с этой стороны могут быть около березок тоже освещенные травинки нужно их добавить постозно какие-нибудь вот здесь тут чуть-чуть так вот пятнышками да какими-то пятнышками наметили показали здесь тоже можно бачком кисточки тоже ну экспериментируйте пробуйте как у вас получится интересные отпечатки да вот а именно вот от щетины то есть это тоже такое вот но процесс такой интересный да посмотреть там там у меня по-своему получается у вас возможно какие-то интересные фактурка получится своя ну вот в принципе и все что от этого пейзажа больше выжать и нечего то есть ну можно подетализировать что-нибудь давайте вот прям мне придумалось вот видите это все уже на ходу как бы я придумываю да птичек здесь каких-нибудь изобразим на дальнем плане вот возьму вот возьму какой-нибудь такую тоже индиго с коричневым на большом количестве разбавителя вот лайнером ну где-нибудь где-нибудь здесь у нас деревьев давайте где-нибудь здесь такие вот прям вот маленькие такие вот как галочки ставим раз раз ну их тоже вот не делаем какую-то одну стаю до в одном месте то есть какая-то там где-то далеко летит какая-то поближе вот к примеру такая какая-то покрупнее и кролу добавим вот какая-то вот здесь оторвалась там стороне летит то есть в одну кучу их не лепить тоже как бы не особо вот там где-то далеко далеко какое-то прям вообще что-то такое пятнышко небольшое ну в принципе все хватит да там детализировать их смысла нет это очень далеко какую-то мы птичку можем рассмотреть с высоты птичьего полета да то есть вот такой вот сюжет получился то есть посмотрите вот опять таки да показать вам пример того что чем можно возвращаясь до к вопросу о том что как вы спрашиваете можно ли писать там какой-то другой краской да можно конечно вот посмотрите да так как бы чтобы было видно ну вот вот так вот да то есть одно написано масляной пастелью другое написано маслом маслом естественно это ярче пастелью это более нежно более так вот ну тоже по-своему интересно но пастелью также не только такие вот да какие-то получаются нежные рисунки ей можно писать более ярко я вам прям так про пастель потому что ну прям очень она мне понравилась вот вот допустим вчера я рисовала вот такого вот попугайку у меня тоже карелла попугай есть и вот я решила его нарисовать видео это уже работа намного ярче то есть ей можно как вот какие-то такие более спокойные нежные работы писать так и в принципе и ярко можно писать вот но сейчас я буду прекращать болтать сниму скотч покажу работу без скотча да то есть уже она будет такая аккуратненько как в рамочке вот а вы кто не подписан подписывайтесь на канал включайте колокольчик чтобы не пропускать новые видео я надеюсь youtube нас все-таки не заблокируют не хочется мне в это верить но на всякий случай друзья в описании под видео я оставлю я завела дополнительно те же самые уроки буду в рутуб закидывать вот чтобы ну мало ли что ну как бы чтобы мы не потерялись да уже конечно там честно говоря этот рутуб такое бестолковое все недоработанное но не знаю как бы посмотрим ну и на этом будем с вами прощаться будем надеяться на лучшее что этот ужас наконец-таки закончится в скором времени и мы будем работать дальше рисовать творить вот и смотрим как будет работа без скотча смотреться на этом все пока пока ну Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok